Решила, друзья, рассказать вам, как учили мы маму на старости лет выбирать на семена правильный перец. Сперва начинаем теоретическую подготовку. Прочли целую лекцию о том, что есть, оказывается, перцы девочки и перцы мальчики. Чтобы определить пол перца, мы переворачиваем его и смотрим на донышко. Перец, у которого три камеры, это мальчик. Четыре камеры, это девочка. Так вот, выбирать необходимо исключительно девочек. Они слаще, вкуснее. Именно девочек можно употреблять и в свежих салатах, так как они значительно сочнее и мягче. А вот мальчики более кислые и жесткие. Мальчиков только на консервацию, либо же врагушку. То есть такой перец только врагу и отдавать, и в прямом, и в переносном смыслах. Несмотря на серьезность подачи материала, должного эффекта эта лекция на маму не имела. Потому идем на участок и, несмотря на то, что перец еще достаточно зеленоват, с одного куста для чистоты эксперимента срываем два перца. Один четырехкамерный, другой трехкамерный. Разрезаем, начинаем дегустировать. Трехкамерный он более спелый оказался, потому и вкуснее. То есть второй, как более зеленый, несмотря даже на свои четыре камеры, дотянуться до вкусовых характеристик первого так и не смог. Более зрелый мальчик был, понятное дело, и вкуснее девочки. Но оставался ведь главный аргумент – семена. И что же мы наблюдаем? В так называемой четырехкамерной девочке семян оказалось на порядок меньше, чем в так называемом мальчике. А тут еще мама задает вопрос, который как последний быстрил по теории перцев мальчиков и перцев девочек. А пяти-шестикамерный – это кто? В общем, посмотрим на наше выражение лица. В итоге она сказала. Не морочьте мне голову. Это у бахчевых культур цветы однополые и реже обоеполые. Потому касательно арбуза, возможно, половая принадлежность плода и имеет место быть. А вот у перца ведь все цветки обоеполые и самоопыляющиеся. Получается, что никаких мам и пап у него просто быть не может. А мы очередной раз убедились, насколько они устойчивы к так называемым фейкам. Зато маме в этом плане респект. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!